Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван. Я вас приветствую на канале Процветок. Многие наши зрители, подписчики спрашивают нас, как в зимний период проще всего сохранить биопрепараты, выращенные дома или купленные заранее. Прежде всего, надо отметить, что большинство биологических препаратов, если не все, очень хорошо сохраняются при пониженной температуре. Это общее правило живого, что оно развивается медленнее и обменные процессы там происходят медленнее в случае, если температуры низкие. Поэтому для бактериальных и грибных препаратов, которые выращены в жидкой фазе, вот в такой вот жиже, вот у меня здесь, например, нарощен метаризиум. И очень хорошо нарощен, прям такой мицелий шикарный, там внутри болтается уже испороношение, ну а вот здесь вот синая палочка нарощена. Точно так же нарощил я липидоцит, битоксибацелин и многие-многие другие препараты. У нас об этом много информации на канале Процветок. Вот проще всего, что можно сделать, взять и перелить их в бутылку, пластмассовую, какую угодно бутылку, поставить в холодильник или опустить в холодный подвал, там где температура примерно 5 градусов тепла, 3, 5, 7, ну вот в этих вот пределах, до нуля. Замораживать их тоже можно, но если вы заливаете их в пластмассовую бутылку или стеклянную, имейте в виду, что если наливаете вы ее полностью и она замерзает, есть риск, что бутылка лопнет или крышечку-пробочку просто оторвет. Поэтому если вы решите их замораживать, это тоже допускается. На 5-6 месяцев препараты можно легко заморозить и эффективность и жизнеспособность бактерий, которые там живут и грибов, ничуть не уменьшится. Просто имейте в виду, что полностью, особенно стеклянную тару заливать нельзя, она может лопнуть от расширения жидкости. Именно поэтому часто на упаковках, на флаконах с препаратами пишут не допускать замерзания, чтобы не поразрывало эти самые пластиковые упаковки, не повредило эту упаковку. Поэтому самое простое – перелить, закупорить и поставить на холод. Второй способ, гораздо более оригинальный, может быть немножечко более сложный, но очень-очень эффективный, это превращение жидких препаратов в сухие препараты. Ну как можно высушить вот эту жидкость? Да, это же можно сказать практически невозможно, действительно невозможно ее высушить. Однако есть один способ. Среди различных субстратов для улучшения почвы можно найти такой, который называется агроперлит. Это пористая, такая очень пористая субстанция, которая не содержит в себе ни грибков особо, ни каких-то бактериальных контаминаций, ничего такого, чтобы нарушила функциональность этих препаратов или же впоследствии навредила растениям. Напротив, агроперлит создает сам по себе очень благоприятные условия для роста и развития растений. Будь то рассада, будь то комнатные растения, будь то что-то еще. Агроперлит способен вбирать в себя значительное количество жидкости. Таким образом, что он внутрь ее всю забирает и потом постепенно отдает. Это замечательное свойство для использования его в качестве компонента смесей для грунтов, для рассады, а также для внесения, например, в теплицу, если у вас очень тяжелый грунт, его надо как-то облегчить и так далее. Рекомендаций по этому поводу очень много. Но остановимся на консервации и сохранении домашних биопрепаратов. Вы можете влить прямо сюда, в этот агроперлит, столько жидкости, сколько она возьмет. Как правило, это количество равно половине объема перлита. Вот если у меня литровая банка перлита, то в этом случае пол-литра, ну или почти пол-литра, можно туда влить смело и как следует вот так вот перемешать с тем, чтобы перлит равномерно увлажнился этим препаратом. Но это очень простая процедура. Берете, вливаете сколько надо и все. Он у меня уже увлажненный на самом деле, поэтому я все выливать не буду. Ну и как бы у меня на другие цели здесь это нарощено, мне его жалковато. Перемешиваете все как следует и затем высыпаете этот влажный, увлажненный перлит на бумагу. Это может быть газета, это могут быть какие-то листы А4, это может быть что угодно. Слой должен быть примерно 1-1,5 см. И оставляете вот этот перлит высыхать, ну где-то в теплом месте, которое благоприятно для его высыхания. Компоненты биопрепарата войдут внутрь этого перлита, закрепятся там и вы весной получите в итоге превосходный препарат, который уже непосредственно готов к использованию. Вы его можете просто рассыпать на гряды. Вот такая одна жменя на добрый квадратный метр является прекрасной дозой для обогащения почвы и азотфиксирующими, и фосфатмобилизующими, и ростостимулирующими, как в стимуле в препарате. И сенной палочки, как в бактагене, в прочих препаратах, фитоспорине, гомаире, аллерине, многих других препаратов на основе сенной палочки. Вы даже можете сделать сразу смесь из нескольких препаратов. Половину объема заливаете сенной палочкой, вторую половину, например, азотовитом там или еще чем-то. О взаимоотношениях разных препаратов у нас на канале имеется информация. Можете ее посмотреть, послушать, что посмотреть, об этом мы говорим, какие рекомендации даем. Если у вас из препаратов только сенная палочка, то вы можете сушить прямо на печке, но если вы в деревне живете, и у вас печное отопление. То, что этот препарат разогреется до температуры 60-70 градусов, для сенной палочки совершенно безболезненно. Ее споры способны выдерживать даже температуру в 100 и даже чуть больше градусов. Кипячение в течение 10-15 минут. Они способны выдерживать легко. Поэтому вы можете высушивать их достаточно быстро, если вы имеете вот такое жаркое тепло. Но это касается только сенной палочки. Во всех остальных случаях вы, пожалуйста, это расстилайте в каком-то теплом, но не жарком, как на печке, месте. Высушивайте до сухого состояния, укупоривайте в полиэтиленовые пакеты и храните так, как вам захочется. Хотите в шкафу, хотите в кладовке, хотите в сарае на морозе, хотите в подвале, как угодно. Но единственная просьба, чтобы туда не сильно попадала влага. Потому что если влага будет попадать особенно на грибные препараты, то они здесь даже могут начать расти. Ну, ничего плохого в этом абсолютно нет. Это вполне нормальная история, вполне нормальная ситуация. Что касается грибных препаратов и вот то, что они могут расти и давать споры. На одном из каналов я увидел такую глупость и такую чушь. Вообще не очень люблю обсуждать там. Ну, иногда обсуждаю, но просто наболевает, как сейчас. А вообще 99% и 9% в периоде десятых я пропускаю мимо себя эти глупости, которые говорятся. И просто не акцентирую на них внимание. Но здесь просто наши подписчики обратили мое внимание. Я хочу отметить вот что. Одна блогер, говоря о препарате на основе гриба метаризин, метаризиум, метаризини, когда приготовила его и когда делала обработку, то одевала там чуть ли не респиратор и пугала всех, что этот гриб опасен и вот очень опасен для тех, кто выращивает его в домашних условиях и так далее. Это вселенская глупость. Где-то она там консультировалась даже, не знаю, что у нее там за консультанты были. Это вселенская глупость. Это ну какой-то просто хайп на теме домашних биопрепаратов. Не знаю, что это глупость или намеренное введение в заблуждение. Я могу сказать одно. Метаризин, гриб метаризин, метаризиум в тропических странах широко рекомендуется к использованию для опрыскивания марлевых сеток, тентов при защите от комаров. Их обрызгивают, от малярийных комаров, их обрызгивают споровой массой, эти тенты, и люди под ними спят. И все прекрасно, все отлично. Это рекомендация. Это то, что в практике, чтобы малярия не болеть, чтобы количество комаров уменьшилось. Понимаете? А она в теплице там обрабатывает стандартным препаратом магазин. Еще там что-то, какие-то средства защиты бешеные, что, мол, споры попадут, что все это очень вредно. Конечно, средства защиты надо использовать с средствами защиты глаз, там, рта. Ну, что просто любой препарат так надо использовать. Можно не использовать, но стоять таким образом, чтобы ветер не дул, и чтобы не дышать этим, и в глаза и на лицо не попадало. Это элементарные способы защиты для любого препарата абсолютно. Но выращивание таких препаратов в домашних условиях не несет никакой совершенно для вас опасности. Конечно, в том случае, если грибы, которые у вас там растут, являются целевыми теми, о которых мы с вами говорим. Что ж, надеюсь, вот этот вот способ поможет вам эффективно сохранить биопрепараты. И не просто сохранить, а уже приготовить новую форму этого биопрепарата, рассыпать его по грядам, рассыпать его под картошку, подкладывать там по чайной ложечке, вот так вот жменькой можно посыпать его сухой прям руками. Видите, никаких проблем абсолютно. Вот, там, вот метаризиум у меня растет. Могу, понимаете, вдохнуть полностью, да. То есть, там споры, никаких проблем. Не всю жизнь, но очень долго с ним работают. Одним словом, будете использовать его как многофункциональный препарат для различных растений при посадке весной. И не бойтесь, он будет очень и очень эффективен. Что ж, на этом я прощаюсь с вами. До новых встреч!